В прошлую субботу в конно-спортивном комплексе «Город Спорта» состоялся ежегодный праздник, посвященный Дню Лошади. В этом году он был организован уже в восьмой раз и посвящен теме «Лошадей в кино». Людей становится каждым годом больше. Мы видим, что люди, которые приходили в прошлом году, они и в этом году пришли на праздник, уже не первый раз. Видим, что становится спортсменов больше, выступлений разнообразно. Естественно, радует погода сегодня. Специально к празднику тренеры и воспитанники конно-спортивного комплекса подготовили четыре ярких выступления. Сцены из разных фильмов с лошадьми. Три мушкетера, неуловимые мстители, Иван Васильевич меняет профессию и Дикий Запад. Кроме этого, День Лошади стал выпускным праздником для пятерых воспитанников секции верховой езды. Каждому из них глава города Иван Носков и руководитель города спорта Ника Попава вручили свидетельство об окончании секции, грамоты и памятные подарки. У нас сегодня 70 воспитанников. Мы сегодня чествовали выпускников. Были трогательные такие моменты, слова благодарности в адрес коллектива конно-спортивной школы от воспитанников. Я абсолютно точно уверен и знаю, что данное направление необходимо развивать в городе, что конно-спортивный комплекс будет жить. Помимо Дня Лошади в мае этого года на базе конно-спортивного комплекса «Город Спорта» прошли первые в истории Дзержинска соревнования по конкуру на Кубок главы города. Перед Новым годом воспитанники и тренеры комплекса планируют показать зрителям рождественскую сказку, где будут задействованы несколько лошадей. Во время празднования Дня Лошади все гости могли не только посмотреть театрализованные выступления спортсменов, но и принять участие в интерактивных играх на конном манеже, бывать в конюшне и сделать фотографии на память. Спортивная школа всеми структурным подразделениям, это и конно-спортивным комплексом, детским возрастным лагерем, и спортивная школа, которая находится у нас на Урисково, планирует осенью открытие так называемого «Центра новых возможностей». Этот центр для лиц с ограниченными возможностями мы будем адаптировать наше структурное подразделение для того, чтобы все могли заниматься в нашей спортивной школе. Продолжение следует... 1 сентября торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, прошла в школе номер 27, где в этом году открывается первый в Нижегородской области Менделеевский класс с углубленным изучением химии и математики. Это ребята, которые будут углубленно изучать химию, а для нас, для Дзержинска, для города Химико это очень важно. Мы, по сути дела, на них ставим сегодня эксперимент. Дальше будем, надеюсь, что он будет успешный и будем его тиражировать по другим школам. После торжественной линейки Иван Носков пообщался с учениками 11-х классов, дал ценные советы в преддверии нового учебного года и ответил на вопросы школьников. Больше всего их интересовали планы по развитию и благоустройству пришкольной территории и самой школы, вопросы трудоустройства в Дзержинске и вопросы экологического характера. Уже в сентябре ученики первого в Дзержинске Менделеевского класса из школы номер 27 Евгения Семко, Максим Яналиев и Анна Дронишникова вместе с педагогом отправятся в Менделеевскую экологическую экспедицию на Байкал. Там их ждет знакомство с экосистемой озера и проводимыми там научными работами, самостоятельные практические исследования, экскурсии в Байкальский музей и многое другое. Всего в этом году в школы Дзержинска отправились 22 тысячи детей, среди которых 2,5 тысячи первоклассников. Школьников, их родителей и педагогов на торжественных линейках с Днем знаний 1 сентября поздравили депутата Городской думы, заместители главы города и председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В этом году школе номер 6 исполнилось 87 лет и 1 сентября она открыла свои двери для 11 первоклассников. Всего же в образовательной организации в этом году будут учиться более 100 учеников. Утром 1 сентября во всех школах города и округа прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В основной школе номер 6 в поселке Пыра в празднике приняли участие глава городского округа Город Дзержинск Иван Носков и заместитель председателя Городской думы Александр Парамонов. Мы хотим предоставить вам право перерезать торжественно эту праздничную ленту и тем самым открыть наш отремонтированный спортзал. Одним из главных подарков школьникам и их педагогам к новому учебному году стал обновленный спортивный зал, который был отремонтирован в основной школе номер 6 летом этого года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Проблем, конечно, было много. Старые стены, краска уже давно не обновлялась, с вентиляцией были проблемы, вентиляция не работала, отопление. Временами было очень холодно. Как отметил Александр Парамонов, в этом году при поддержке правительства региона, администрации и Думы города Дзержинска также найдены средства на ремонт спортивных раздевалок и тренерской в школе номер 6. Была утверждена программа, которая будет несколько лет, и в течение года будут выбираться ряд школ, где-то порядка 5-6, где мы будем заходить с ремонтом пищеблоков ежегодно. Это очень здорово. Ну и, конечно, все наши школы требуют обновления, улучшения материально-технической базы, и в этом направлении мы будем работать. Санаторий профилакторий АК. У нас есть все, что нужно. Лечение, здоровое питание, активный отдых и многое другое. Заказ путевок по телефону 8-951-908-2208 или на сайте www.spak.ru 1 сентября после торжественных линейк, посвященных Дню Знаний, в парке Утиное озеро состоялся 6-й фестиваль настольных игр «Печенька». В этом году школьники и их родители могли попробовать свои силы не только в привычных настольных играх, но и в совершенно новых для нашего города настольных спортивных играх от клуба «Инвалидов Вера». Ощущение детства, когда взрослые люди превращаются в детей, с одной стороны, а с другой стороны уважение и посвящение ребятами, кто это с одной стороны организовал. Люди с ограниченными возможностями, но они умеют радоваться жизни, они умеют получать от жизни удовольствие и заражают своим оптимизмом. Поэтому огромное удовольствие получилось от этого мероприятия. После турнира все желающие могли также попробовать себя в уникальных настольных спортивных играх и, конечно, поиграть в более привычные. «Элиас», «Вабражариум», «Соображарий», «Лото», «Шахматы» и множество других. Всего на фестивале было представлено около 40 игр. Даже если и присутствует какой-то дух соперничества, выигрывает то один, то другой, и это как-то сплочает, объединяет. В рамках фестиваля глава города Иван Носков подписал школьные дневники всем желающим и совместно с председателем Думы города Викторией Николаевой наградил более 70 волонтеров федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которые вместе с Ресурсным центром развития добровольчества помогали в организации голосования и обсуждения проектов благоустройства общественных территорий в Дзержинске. «Я пришла в парк, чтобы мне расписался мэр города. В этом дневнике я хочу только хорошие оценки». Фестиваль начался с турнира между тремя сборными. Командой администрации Дзержинска, капитаном которой стал глава города Иван Носков, командой городской думы во главе с председателем Викторией Николаевой и командой воспитанников клуба инвалидов «Вера». Участники соревновались в таких играх, как шаффлборд, новус, джакала, корнхолл и кульбута, играх на ловкость, координацию и точность. Все они были приобретены клубом в этом году в рамках проекта его воспитанника Сергея Корнева «Мир равных возможностей. Спорт для всех», ставшего призером конкурса молодежных социальных проектов администрации Дзержинска. «Вот это игры именно инклюзивные. Могут играть все, и всем будет удобно. За одним столом могут встретиться внучок и дедушка, или человек с инвалидностью, человек абсолютно здоровый. И не факт, что выиграет кто-то там сильнее, быстрее и так далее. Ну вот так вот». Городская акция «Память на все времена» прошла 3 сентября на площади Ленина в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день вся Россия вспоминала тех, кто погиб во время терактов в Санкт-Петербурге и Москве, Волгограде и Махачкале, Буйнакске, Волгодонске и, конечно, в Беслане. 17 лет назад, во время торжественной линейки в День знаний, здание Бесланской школы номер один захватили террористы. Всего в заложниках в заминированном здании школы оказались более тысячи детей, их родителей и педагогов. Три дня террористы удерживали заложников в спортивном зале без еды и воды, а 3 сентября в школе прогремели два мощных взрыва. В результате теракта погибли более 300 человек, более 180 из них – дети. В памятной акции приняли участие представители администрации и Думы города, Управление МВД России по городу Держинску, а также ветераны ОМОН города Держинска, учащиеся школу номер 26, члены отряда юнармии Центра патриотического воспитания Отечества и жителей Держинска. Терроризм – это очень серьезная угроза для общества, и мы сегодня лишний раз напомнили всем присутствующим, что нужно быть очень внимательными, бдительными и уважительно относиться к друг другу, и, конечно же, обращать внимание на те вещи, которые, возможно, представляют для всех нас угрозу. По традиции, участники акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, почтили память всех жертв террористических актов минутой молчания и выпустили в небо белые воздушные шары. Символ соучастия и понимания общего горя, и одновременно символ мира на всей земле. И снова конкурс! Газета «Держинские ведомости» объявляет о начале нового фотоконкурса «Сад-полисад» своими руками. Присылайте фотографии своего цветущего сада или выращенного вами урожая на электронную почту с пометкой «Конкурс». Или отправляйте сообщением в группе ВКонтакте до 12.00 27 сентября. Присланные фотографии будут опубликованы в газете «Держинские ведомости» и в нашей группе ВКонтакте. Итоги конкурса подведем 30 сентября. Определит победителя голосование подписчиков в группе ВКонтакте. Победителей ждут приятные подарки от спонсора конкурса. Желаем всем удачи! 2 сентября в администрации Держинска состоялось очередное заседание Совета директоров промышленных предприятий. В мероприятии принял участие председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В ходе встречи участники обсудили важные для развития города и области темы. В частности, поступление налоговых платежей от предприятий в бюджет Держинска. Несмотря на тяжелые пандемийные условия, именно промышленные организации обеспечили основной прирост налоговых поступлений. Также в рамках повестки дня рассмотрели вопрос создания в Держинске делового центра. Планируется, что он будет основан на инновационной технологии соединения специализированного сетевого портала, мобильного приложения и каворкингового пространства. Данная технология поможет стимулировать деловую активность в городе. На базе каворкинг-центра начинающие и действующие предприниматели города, физические лица, заинтересованные в открытии своего дела и самозанятые граждане, смогут стать частью единого предпринимательского сообщества Держинска. 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 Держинска.